Ну еще раз добрый день, третий раз за сегодня выхожу в эфир. Сегодня 5 декабря 2018 года. Выхожу по простой причине, что я обязан перед вами отчитаться по нашим длительным таком опросе. Второй этап его прошел. Это опрос по поводу рейтинга депутатов городского совета. То есть мы создаем рейтинг сами. Ежемесячно я перед вами отчитаюсь и обновляю полностью список. И вы голосуете за депутатов, которым доверяете. Ну создаем рейтинг. Либо против всех. Есть такая графа. Еще раз акцентирую внимание и прошу. Голосуем только за одного депутата, либо против всех. Голос один. Я это повторяю. Почему? Потому что если человек голосует 2-3 раза или больше, я отказываю этому человеку в его праве голоса и его голос аннулируется. Ну ребята, я не могу знать, как работает один и тот же депутат, точнее целый ряд депутатов. Мне тяжело и нереально оценивать. Я знаю депутата по своему округу и оцениваю его работу по тому округу, на котором живу. Вот так вот. Ну и так, результаты. Результаты довольно своеобразные по сравнению с прошлым опросом. Вы помните, да? Значит, 16 депутатов получили по 0,62%. То есть по одному голосу. Вот так вот, ребята. Три депутата получили по 1,2%. Чуть больше 1% это Матковский, Петров и Шамота. Вот что интересно хотелось бы подчеркнуть. Депутат Шамота на сегодняшний момент имеет, как депутат, 1,2% рейтинга. Если как мэру ему доверяют 20% из запрошенных, то как депутаты ему доверяют 1,2%. То есть реально у человека процент доверия ему падает на глазах. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. За Александра Сергеевича проголосовало 2 человека. Ну, это их право. Теперь два депутата имеют по 2,5%. Это депутат Нестуля. Резко упал у нее рейтинг. Видно, была командная игра, командное голосование за нее, которое я не воспринял. И не считаю правильным воспринимать его. И убрал те голоса. Порадовал депутат Лаптев. За него проголосовало 4 человека. Тоже у него рейтинг 2,5%. Недавно пришел. Не знаю, хорошо это или плохо. Но относительно окружающих остальных депутатов, подчеркиваю, их у нас 42, Лаптев имеет вот такой. То есть он получается на третьем месте. Со Светланой Нестулей. Светлана Нестуля в прошлый раз лидировала. У нее приличный был рейтинг. Ну и вот мы подошли к двойке лидеров. Очень долго лидировал Александр Кудацкий. Я выяснял, для себя выяснял, кто же за него голосует. Я задавался вопросом людям. И вы знаете, меня вот что порадовало. То, что за него голосовали люди, которые живут в его округе, которые работают на предприятиях, которые он возглавляет. То есть люди, непосредственно знающие его работу. Не гипотетически там угадывая, либо красивый мужчина. А вот именно по работе оценивали. И Александр Кудацкий, я вам скажу честно, он лидировал буквально три с лишним недели. Но, я не говорю, что к сожалению, все равно все расставляется на свои места. Все-таки первое место среди депутатов занял Вадим Ямщиков. Вадим, поздравляю. Значит, если за Кудацкого проголосовало 6% проголосовавших, то за Вадима 9%. То есть на сегодняшний момент, я считаю, рейтинг Ямщикова, он где-то равномерен. А может быть даже чуть выше, но чувствуется, что он стабилен. Это радует. Ну и последняя графа против всех. К сожалению, эта графа в этот раз набрала такой рейтинг, как 66%. То есть, если в прошлый раз там 45%, по-моему, процентов было против всех из проголосовавших, то на сегодняшний момент 66%. Я вижу, что рейтинг в общем депутатского корпуса падает на глазах. Люди перестают доверять. С каждым месяцем все меньше и меньше депутатам. Имеем то, что имеем. Переформатирую опять этот опрос. Все обнуляем и начинаем его делать по-новому в течение следующего месяца. Посмотрим, кто в декабре наберет лидирующее положение. Чей рейтинг упадет. Будем сравнивать и дальше. Для того, чтобы понимать наше доверие. Ну, а и тем депутатам, которые нас смотрят, принимайте к сведению. Делайте что-нибудь, чтобы люди вам больше доверяли. Ну, вот такие вот результаты. Всем хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok